Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне не по душе прощения Так прощальные вечеринки для этого и созданы, Джон Мы тут, понимаешь, готовимся Мог бы и задержаться на несколько минут, а? Съесть что-нибудь из того, что мы наспех приготовили? Прошу прощения, Гарри Но почему ты уезжаешь в такой спешке? Всего пару дней назад уволился Возглавишь кафедру в Стэнфорде? Если бы Итак, лепешки такито, куриные крылышки, орешки и пиво Было бы времени побольше, устроили бы что-нибудь более грандиозное Ужин при свечах в Макдональдсе Стриптиз Такито подойдет Ладно Арт скоро приедет Он беседует с одной из своих студенток Кто тебя заменит, Джордж? Джордж или Тримбл, декана еще не решила Он еще не звонил О боже Что это? Похоже на Ван Гога, но раньше я это никогда не видела Это оригинал, Джон? Нет, это так, подарок, который мне однажды подарили Все равно, отличная копия И того же времени, похоже Можно взглянуть поближе? Да, пожалуйста И подрамник, прям как у Ван Гога Наоборот, и надпись на французском Моему другу Жаку Борну Кто бы это мог быть? Я думаю, кто-то, кого он знал Элементарно, Шерлок Не хочешь показать ее кому-нибудь, оценить стоимость? Ну, когда-нибудь, может быть, но я бы не хотел ее продавать Значит, так тому и быть Отнеси это на кухню Нет, я в ванную понесу, Джон Газ отключен, но электричество пока есть Успеете расположиться с комфортом, мебель заберут в течение дня Давненько я не сидел на полу Хм, не припоминаю, как ее зовут Для позвоночника полезно Может, займемся йогой? Да, тантрической Значит, ты оставляешь старое доброе преподавание Совершенно неожиданно, заметь Скажи правду, Джон Что-то не так? Нет О, да ладно, ты же знаешь, мы просто хотим помочь Я оценю это, но, правда, нет никаких проблем А вот мне интересно, куда ты поедешь? Бросаешь дом Десять лет профессуры Без пяти минут завкафедрой И даже не знаешь, куда едешь Ну, скажем, я не могу долго находиться на одном месте Через некоторое время начинают чесаться пятки Это не в первый раз Нет, 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 ты слишком молод, чтобы это было не первый раз И за десять лет ты ни на день не постарел Любая женщина на факультете все отдала бы, чтобы узнать твой секрет Так тебе это нужно, Эдит? Прекрати, Гарри Ух ты, попробуйте-ка натянуть Что за... На кого ты охотишься? В основном на оленей Иногда на медведя С луком и стрелами? Большинство людей не может уложить оленя из винтовки с оптическим прицелом Хотя это отличная еда Лучшая добыча Живет естественно, питается естественно О, это прекрасно Арт Ну как? Правда восхитительно? На пятерку? О, боже Это было забавно Привет, Джон Линду ты знаешь, ты у нее преподавал в прошлом семестре Теперь она одна из моих жертв Везу ее домой Она тоже захотела попрощаться Арт правда такой суровый, как про него говорят? Археология – суровая наука Доктор Дженкинс – хороший учитель Как вежливо сказано А это правда? Вот Почитай же в дороге, приятель Тени пещеры – параллели с доисторическим человеком Автор М. Дженкинс Опубликоваться любой ценой Я бы лучше прочитал еще одну книгу, а не написал Спасибо Привет О, знакомьтесь все, это Линда Линда – это все Привет, Линда Итак Куда же ты все-таки к черту собрался, Джон? Мы это уже обсудили У Джона пятки чешутся В любой аптеке есть от этого лекарства Значит, что-то не так? Нет Просто мне нравится иногда переезжать Это личное Ну, чтобы не быть назойливым Простите, мне больше нечего вам предложить Долгий разговор Вот, размещайтесь здесь И... Он что, опять уклоняется от ответа? Вот что у меня есть Ого! Виски Джонни Уокер Зеленый Я даже не знал, что зеленый бывает Сколько же ты получаешь? Для друзей мне ничего не жалко Но, простите, есть только пластиковые стаканчики Что ж, на такое кощунство я готов пойти Я разолью О, иди к папочке Так, берите стаканчики Вот так Подходите ближе, вот Ну, за именинника Извини, Арт Нет, мне не надо Нет, правда, я не пью Ну, мы с тебя удостоверение личности не спросим Давайте уже все в круг Что ж, долгих лет жизни И удачи нашему уважаемому другу и коллеге Джону Уолдмену Пусть ему сопутствует незаслуженное благословение, куда бы он ни отправился Давай, давай На здоровье Мазлтов, Джон О, как вкусно Джон, нам всем жаль, что ты уезжаешь Это правда Ну что ж, с этим разобрались, что будем делать остаток вечера Кто-нибудь предложит тему для разговора? Вот как это, например Что это? Клювовидный резец Скошенная линия лезвия Так что это великолепный образец Хорошо, а Магдаленский это что? Поздний кроманьонский, если в детали не углубляться Последняя культура верхнего палеолита Если бы только камни могли говорить, правда, Арт? И где ты его добыл, Джон? Поверишь ли, в лавке старьевщика за 25 центов Вот же повезло Мне приходится столько копать, чтобы добыть такое Можно мне? Да Наверное, я рад, что вы так поступили Как, имеешь в виду, заехали к тебе? Может быть Нет, это-то точно Вот, спасибо Что ж, мы тоже рады Мы тоже Не могли же мы позволить тебе просто сбежать Спасибо Ну в чём дело, Джон? Что, тебя ищут в ФБР? Так мы тебя не выдадим? Да, давай уже, выкладывай Ты среди друзей Чересчур любопытных друзей Забудьте Всё загадочнее и загадочнее Очевидно, ты что-то хочешь сказать Так говори уже Ну, может Десять, девять, восемь, семь Гарри, прекрати Да, я думаю, есть кое-что, чем я хотел бы с вами поделиться Никогда раньше я такого не делал И не знаю, к чему это приведёт Можно я задам дурацкий вопрос? Мы преподаватели, Джон Мы только и делаем, что отвечаем на дурацкие вопросы Эй! Если бы человек из верхнего палеолита Смог дожить до настоящего времени Что значит смог дожить? Не умер бы? Да Как бы он выглядел? Ну, я знаю, несколько таких парней в Озарке бывали Интересная идея Что, пишешь фантастическую повесть? Пускай так Так как бы он выглядел? Очень уставшим Ну, если серьёзно, то, как говорит книга Арта, он мог бы быть как любой из нас Дэн, пещерный человек Ну, к примеру, с анатомической точки зрения между нами и кроманьонцами нет разницы Разве что мы в среднем стали выше Какое преимущество даёт высокий рост при естественном отборе? Можно издалека разглядеть хищников в высокой траве, дорогая На самом деле высокое худощавое телосложение позволяет более эффективно распределять тепло Что же до неандертальцев, каждый, наверное, видел людей, похожих на обезьян Так что этот ген всё ещё в нас Но он был бы диким Нет, не был бы Гипотетически, человек, о котором говорит Джон, прожил бы 140 веков Да, около того И менялся бы с каждым из прожитых веков То есть, если у него нормальный интеллект Ну, считается, что люди верхнего палеолита обладали таким же интеллектом, что и мы Просто они меньше знали Человек Джона учился бы вместе с человечеством По правде говоря, если бы он обладал пытливым умом, его познания были бы поразительны Если ты напишешь об этом книгу, дай мне взглянуть, и наверняка ты допустишь несколько антропологических ошибок Договорились Но что бы поддерживало в нём жизнь? Что скажет наш биолог? И сигареты, и мороженое Ладно, ладно, я в игре, я в игре Хорошо, говоря языком научной фантастики, я бы сказал Полная регенерация клеток тела, в особенности жизненно важных органов Считается, что человеческое тело рассчитано на срок жизни около 190 лет Большинство же умирает от медленного отравления А может быть, он делал что-то правильное, не так, как все остальные на протяжении всей истории Типа как ел пищу, пил воду и дышал воздухом? В те далёкие времена они были чистыми Мы же пытаемся продлить свои жизни в мире, который больше не приспособлен для жизни А это возможно? Клетки поджелудочные обновляются за 24 часа Содержимое желудка за 3 дня Всё тело в целом за 7 лет, но процесс даёт сбой Токсины накапливаются, и в конце концов их количество становится смертельным Так вот, если бы его иммунная система имела такую особенность, чтобы полностью выводить токсины И выполнять полное обновление, то да, он мог бы избежать смерти Этот секрет мы все бы хотели узнать Вы правда хотели бы? И жить 14 тысяч лет? А что, если бы я мог не стареть и сохранять здоровье, то почему бы и нет? Точно, а уж сколько можно было бы узнать? Кто-нибудь хочет есть? Знаете, чем больше я об этом думаю, тем более, возможно, мне это кажется Всё возможно, да? В конце концов, что в одно время волшебство, в другое наука Колумба ведь считали сумасшедшим, пастера, коперника Задолго до них аристарха Я мог бы отправиться с Колумбом, только я не авантюрист по натуре Я был уверен, что земля круглая Но в то время всё ещё полагал, что где-то есть край, с которого можно упасть Глянись, Джон Здесь все уже упали Похоже, что это шутка, но до меня она не доходит Нет никакой шутки О чём это мы говорим? Мы говорили о пещерном человеке Который бы дожил до наших дней И как-то и сказала, сколько можно было узнать с тех пор, как я начал учиться Ты что, прикладывался к виске и до нашего прихода? Притворитесь, что это выдумка, фантастика Разберитесь, в чём суть Ладно Очень древний кроманьонец дожил до наших дней Что? Джон утверждает, что ему 14 тысяч лет Да ну, Джон, тебе не дашь и 900 Хорошо, хорошо Ладно, Спок, давай сыграем в твою игру Так что, в чём соль шутки? Каждые 10 лет или около того люди начинают замечать, что я не изменяюсь, и я ухожу Отлично, Джон, очень умно Когда пишешь, дай мне почитать Хотите ещё? О, разумеется, это здорово Ну что ж Значит, ты думаешь, что ты кроманьонец? Этому меня не в школе научили Это моя догадка, которую я основываю на археологических данных, картах, антропологических изысканиях Со времён Месопотамии, последние 4 тысячи лет, я знаю наверняка Ты знаешь больше, чем большинство, так что, пожалуйста, продолжай Ну, предысторию вы все знаете, так что я буду краток В первой своей жизни, как я её называю, я дожил примерно до 35 лет, что вы и видите Я стал главным в своём племени, поскольку они считали, что я волшебный Мне даже не пришлось за это бороться Но потом возник страх, и меня прогнали Они полагали, что я ворую жизненную силу у них, чтобы самому оставаться молодым Да, исторически, корни мифов о вампирах, это здорово Первую тысячу лет я ничего не знал о мире А как же ты тогда знаешь, что это было тысяча лет? Сейчас я уже могу только догадываться, основываясь на своих воспоминаниях Большинство людей смутно помнят своё детство, а у тебя сохранились воспоминания о тех временах, как и у вас, отрывочные Успехи, неудачи, травмы Они навсегда остаются в памяти Пострадал ты в 3 или в 35, боль чувствуешь всегда Продолжай Меня преследовали, потому что я не умирал Так я приобрёл привычку присоединяться к новым племенам, что встречал на пути, а также периодически их менять Естественно, мы были наполовину кочевниками, следовали за погодой и за добычей Первые две тысячи лет были холодными Мы заметили, что в низинах было теплее Думаю, это был поздний ледниковый период Какая была почва? Гористая И обширные равнины на западе Запад? Этому в школе учат На закате солнца То были британские острова, я подозреваю И смотрел я на них с сегодняшнего берега Франции Огромные горы По другую сторону Беспредельные равнины Погружающиеся в тень закатного солнца Это было ещё до того, как они отделились от континента Когда уровень морей поднялся из-за таяния ледников Такое и правда было? Да, в конце плейстоцена Всё, что он говорит, пока сходится Конечно, с любым учебником Именно там я всё это и нашёл Как я могу вспомнить что-то, чего никогда не знал? Это только взгляд в прошлое Всё, что я могу, это попытаться сопоставить свои воспоминания с современными открытиями Пещерный человек Ударишь меня по голове дубиной и утащишь в спальню? Лучше, когда ты в сознании О, Джон Дайте-ка я уточню Мы говорим не о реинкарнации Ты же говоришь не о том, что вспоминаешь нечто, что составляет, как бы это ни выглядело, 200 отдельных жизней, когда ты умеешься Умираешь, возрождаешься снова и всё такое Одна жизнь Ничего себе жизнь Ух ты! Всё-таки что-то в этой идее реинкарнации есть Предполагается, что ты возвращаешься снова и снова, чтобы узнавать и познавать А ты, Джон, как-то умудрился при этом оставаться в своём собственном теле Ну и что? А какими были океаны? Я их увидел только много позже И как ты отличал океан от озера? Большие волны Всё как-то не так Я только могу догадываться задним числом И вам не было любопытно, откуда всё это взялось? Мы глядели на небо и спрашивали себя Должно быть, там наверху есть кто-то большой Иначе кто бы мог сделать всё, что тут внизу? Сперва я думал, что со мной что-то не в порядке Возможно, я плохой и поэтому не умираю Потом я подумал, может быть, я проклят? Или на меня снизошло благословение? Затем я считал, что у меня есть какая-то цель Ты до сих пор так думаешь? Неисповедимы пути господни Я думаю, я просто возник Ух ты! Алло! Да, Элли Что случилось? Сэнди! Иду Да Курсовая работа Элли у тебя? Да, прости, я её и забрала с пачкой переводики Нашёл Нет, ты беспокоишься о родителях? Не надо, не беспокойся Зачтено, три с плюсом Счастливо Хороший ребёнок Зачем на подготовительном курсе в медицинские истории? Я поняла Спасибо Извините, ребята Джон, пожалуйста, продолжай Довольно Я думал, мы уже с этим закончили Нет Давайте продолжим Это интересно Кроме того, его рассказ не лишён смысла Как у Гегеля Логика, основанная на ложных предпосылках А картины Ван Гога? Он мне её отдал В то время я был с Жаком Борном Свиней разводил Свиней разводил? Люблю работать руками Он приходил ко мне Рисовал Мы разговаривали о том, как природа находит отражение в искусстве Кёрнер, Сезанн, Писсаро Эти пейзажи нольде Но это не времена Ван Гога Всё равно ему бы понравилось Да И всё равно я не понимаю Почему ты не можешь вспомнить, откуда ты родом? География же не изменилась Я это узнала... На прикладных лекциях профессора Хэнсона Но ты права Где ты жила, когда тебе было пять? В Литл Рок Твоя мама брала тебя с собой на рынок? Угу И в какую сторону от вашего дома он находился? Я не знаю А как далеко? В трёх кварталах Что-нибудь приметное по дороге было, чтобы ты запомнила? Ну, там была заправка И большое поле Мне было запрещено ходить туда одной А если бы ты вернулась туда сейчас, там было бы всё так же? Нет Уверена, всё было бы совсем по-другому, застроено Вот об этом и говорится Домой возврата нет Его уже нет там, где ты его оставил Теперь посмотрите с моей точки зрения Я кочевал по бесконечной плоской равнине Постоянно сталкиваясь с чем-то новым Лесами, горами, тундрой, каньонами То, что я видел тогда, оставалось в моей памяти А глаза мои видели скоростные шоссе Нагромождение городов Бигмаки под Эйфелевой башней Очень скоро мир стал очень большим Кроме того, только представьте, сколько ненужного мне пришлось забыть И вот ты снова переезжаешь Вы сами сказали, люди начинают поговаривать о том, что я не старею А когда такое случается, я ухожу Что ж, тебе нужно создать новую личность на следующие 10 лет, а затем просто стать ей Я так делал несколько раз, иногда даже выдавал себя за собственного сына Оу, вы тоже инженер? Сын Бена? Он был хорошим человеком Не приходится заботиться о дипломах и рекомендациях С другой стороны, несколько раз меня на этом ловили Просидел год в тюрьме В Бельгии, в 1862-м Никогда не забуду за подделку государственных документов Когда ты приехал в Америку? В 1890-м, сразу после смерти Ван Гога С французскими иммигрантами В очередной свой переезд У него есть ответ на любой вопрос Кроме одного, Джон Зачем ты это делаешь? Просто захотелось Может быть, это была не такая уж хорошая идея Я хотел, чтобы вы попрощались со мной А не с тем, кем вы меня считали Что ж, это не смешно Мы думаем, у тебя серьезные проблемы Очень серьезные проблемы Мне еще надо отнести коробки Я тебе помогу А нет ли у тебя какой-нибудь реликвии Какого-нибудь артефакта Который бы напоминал тебе о твоей прошлой жизни Вроде этого Лавка старьевщика? По правде? Если бы ты жил сто лет Тысячу лет Ты бы сохранил вот это? Зачем тебе это хранить? Как напоминание об истоках Когда для тебя даже само понятие истоков не существует Это бы потерялось Исчезло Нет У меня нет никаких артефактов Оставь себе Интересно Ты мог бы солгать насчет этого Не обсуждайте меня, пока я не вернусь Он что, серьезно? Если да, вынуждена с прискорбием заключить, что он... Ну как он мог хранить это втайне 10 лет? По крайней мере, он не выглядит опасным Что ты делаешь? Ищу скрытый микрофон Скрытая камера Он придумывает эти дурацкие истории Никогда не видел, чтобы он так себя вел Это просто безумие Хорошо Хорошо Как только сможете Знаешь, я тебя люблю Я знаю С первого своего дня в офисе И? Ты мне далеко не безразлична Но теперь-то ты понимаешь, во что хочешь ввязаться? Ты в самом деле веришь, что ты пещерный человек? А ты? Смог бы ты меня любить? Или ты в это больше не веришь? Я столько раз с этим сталкивался Ты мне нравишься Меня к тебе влечет И все? Я могу с этим поработать Если то, что я говорю, правда Ты и дети состаритесь А я нет И однажды я уйду И снова будешь искать себе молодую? Простой ответ в том, что я не могу дать тебе вечность Сколько это вечность? И у кого она есть? Мои родители расстались еще до моего рождения Следующее замужество моей мамы продлилось целых три года И еще есть смерть, болезни, непреодолимые обстоятельства Никто не знает Никто не знает, много ему отпущено Или мало Я люблю тебя И приму все, что ты можешь мне дать Скажем, десять лет Зачем ты это сделал? Хотел проверить скорость твоей реакции Глаз на затылке у меня нет Я не слышу, как прыгает блоха И я не супермен, как не посмотри А у меня черный пояс второй степени Потренируйся еще тысячу лет А, понял, понял, понял Господи Отличное выступление, Гарри Отвали, Дэн У меня еще есть вопросы И у меня тоже, Джон Что, мы еще не закончили обсуждать до исторические времена? Помнишь какой-нибудь из своих родных языков? Немного, кое-что практически не изменилось Ты когда-нибудь занимался наскальной живописью? Знаешь наскальную галерею в пещере Лес Эйзи? Ага И ее автор, человек по имени Гюро Он отлично делал свою работу Он рисовал животных, которых мы надеялись убить и съесть Однажды, после неудачной охоты Наш вожак выбил ему все зубы За то, что его магия подвела После этого кому-то приходилось разжевывать ему пищу В конце концов, я подозреваю У него началось воспаление челюстной кости И его бросили Это ужасно Нужно точно знать, что убить Так вот почему все студенты говорят, что твои познания в истории просто поразительны Нет, это я в основном почерпнул из книг Не забывайте Я ведь всего один человек в одном месте в один момент времени Мое изолированное видение мира, о котором я практически ничего не знал Ну что ж, давай поговорим еще о том, что ты знаешь о более современной истории Не иди у него на поваду Эдит В следующие несколько тысяч лет потеплело Несколько тысяч лет? Я знаю, ты только предполагаешь Не сравнивай тогда и теперь, Арт Ну что ж, прошу, продолжай Мы охотились на северных оленей, мамонтов, бизонов, лошадей Дичь перемещалась к северу И со сменой климата приходилось учиться выращивать пищу Вместо того, чтобы ее собирать Разводить животных, а не охотиться на них Я близок к истине, уже теплее? Думаешь, что да Селиться стали на берегах озер, ловить рыбу, птиц Да ладно тебе! Джон, об этом можно прочесть в любом учебнике Даже в твоем Ты описал все почти правильно Потом я направился на восток Мне стал интересен мир Я привык жить в нем один Приспосабливаясь, когда мне это было надо На восток? На восход солнца? Да Я думал, там будет теплее И там я увидел океан Вероятно, это было Средиземное море Это было в начале бронзового века Я прошел по восточным торговым путям Метеолова Изучал языки тех мест, куда приходил И везде мифы о сотворении мира Новые боги Так много Такие разные Наконец я понял, что, вероятно, это все чепуха Я был шумером 2000 лет Затем вавилонянином при правлении Хамурапи Великий человек Некоторое время я плавал, как финикийец Дело в том, что было проще всего путешествовать, будучи охотником-собирателем С появлением деревень стало сложнее И совсем плохо с появлением городов, где была централизованная власть Любой чужак вызывал подозрения Кажется, я всю жизнь провел в дороге Я научился нескольким новым трюкам Даже пару раз инценировал собственную смерть Я шел все дальше на восток И попал в Индию К счастью, во времена Будды К счастью Самый выдающийся человек из всех, кого я когда-либо встречал Он научил меня многому, о чем я раньше не задумывался Ты учился у Будды? Пока он не умер Он знал, что я не такой, как все Я ему так и не рассказал Поразительно Я уже почти хочу, чтобы это было правдой Да, если это правда, зачем ты нам об этом рассказываешь? Ведь мы же можем сейчас уйти, выйти отсюда и всем рассказать Вам никто не поверит Так, личная беседа Никаких оснований в нее верить Даже если я смогу сейчас вас убедить Через месяц вы все равно усомнитесь Некоторые из вас назовут меня психопатом Другие обидятся на неудачную шутку Что ж, Джон, кое-кто из нас уже зол Это... это была плохая идея Я всех вас люблю и не хочу причинять вам беспокойства Тогда зачем ты это делаешь? Потому что я хотел попрощаться с вами От собственного имени тебе удалось, хоть я и не знаю, что это за имя Полегче, Эдит Просто послушай его Понял, ты играешь хорошего полицейского, так, Дэн? Ладно, просто получай удовольствие Хватит, вся эта история полная чушь Мне бы стоило уйти, но я останусь И знаете почему? Потому что я хочу узнать правду Я тоже, и в чем правда? Спросим доктора Фрейда, он только что приехал Уилл! Уилл! Арт? Джон! Я рад, что я тебя застал Я слышал, ты уезжаешь Я тебе звонил, хотел сказать, что не справляюсь Хорошо, что ты приехал, ситуация выходит из-под контроля Да, я так и понял Привет, не хотите перекусить? Нет, спасибо Виски Джонни Уокер Зелёный О, да Твоё лицо мне знакомо, дорогуша Линда Мёрфи, я хожу на ваши лекции по вторникам, доктор Грубер А, ну что ж, может быть, этот урок выльется в нечто, чего я и представить себе не мог Не хочу показаться предсказуемым, Джон Но эти люди о тебе беспокоятся всерьёз Да, я вырезаю бумажных динозавриков Как жаль, что я не присутствовал с самого начала Мне тоже Позвольте мне кое-что сказать Нет абсолютно никакого способа, которым бы Джон смог доказать правдивость своей истории И никакого способа, которым мы могли бы её опровергнуть И неважно, какой дичью нам это кажется Неважно, насколько образованными мы себя считаем У нас нет никакого способа его опровергнуть Наш друг или пещерный человек, или лжец, или псих Пока мы просто об этом размышляем, почему бы нам не поверить ему? То есть, я хочу сказать, чёрт, может быть, он нас переубедит А может, мы его, и он снова поверит в реальность Поверит? В чью реальность? Так, значит, ты пещерный человек? Да Я думаю, я был кроманьонцем Значит, ты не уверен? Нет, я уверен Значит, кроманьонец И когда ты впервые это понял? Когда впервые были обнаружены останки кроманьонцев Когда антропологи дали им имя Тогда получил имя и я Пожалуйста, продолжай Наверняка тебе есть что сказать Хотите, я лягу на кушетку, доктор? Как хочешь Как доктору, мне интересно За эту огромную жизнь, о которой идёт речь Ты когда-нибудь болел? Конечно Как и все Были серьёзные заболевания? Изредка Какие? Ты знаешь В доисторические времена не могу сказать Может быть воспаление лёгких раз или два За последние же несколько сот лет Я переболел тифом Жёлтой лихорадкой Оспой Я выжил после чумы Бубонной? О, это ужасно Даже более ужасно, чем об этом говорит история Оспа? Но ведь ты не рябой У меня не бывает шрамов Но, Джон, это невозможно Пожалуйста, давайте примем версию Джона, как она есть И изучим её То, что на нём не остаётся шрамов, нисколько не менее вероятно, чем всё остальное Джон, пожалуйста, заедь ко мне в лабораторию Сдашь пару анализов Ради своего старого друга-биолога Не доверяю я лабораториям Боюсь, что как зайду, так и останусь там на тысячу лет А мужики с сигаретами будут пытаться понять, что я такое Ты же не думаешь, что я тебя подставлю? У стен есть уши Тесты могли бы доказать твою правоту А я не хочу ничего доказывать Значит, ты нам рассказываешь байку века, и тебе не важно, поверим мы тебе или нет? Я не ожидал, что вы поверите Вы ведь не так безумны, как и меня считаете Аминь Вы мне всегда были симпатичны Спасибо, дорогая Но не сейчас Вы же не можете верить в эту чушь Я считаю, нам стоит вести себя уважительно с тем, кого мы знали и кому доверяли В любом случае, вы не можете развенчать его росказни Всё, что мы можем, только возмущаться Ты этого добиваешься, Джон Смеёшься над нами из-под тишка Мне жаль, что вы так думаете Твой рассказ противоречит здравому смыслу Как и теория относительности И квантовая механика Так устроена природа Но твой рассказ не укладывается в наши представления о природе Но мы так мало знаем, Дэн Мы так мало знаем Кто из вас может назвать пятерых гениев вашей области науки, с которыми вы были бы не согласны Чтобы кого-нибудь из них вам не хотелось бы задушить Всех их надо передушить Хватит с нас и идиотских шуток, Гарри Спасибо тебе, Эдит Может быть, в возрасте 110 лет я буду таким же умным, как ты Если бы ты прожил столько, сколько Джон, ты бы всё равно не повзрослел Тише, ребята, не ссорьтесь Не часто встретишь человека, который говорит, что он выходец из каменного века И одного более чем достаточно Эдит Ладно, человек с твоим умом изучил бы очень много всего У меня 10 учёных степеней, включая все ваши Кроме твоей, Вилл Теперь я себя чувствую как ничтожный лилипуд Но это за 170 лет Доктора биологии я получил в Оксфорде в 1840-м Так что я немного отстал от жизни Так же, как и в других областях Я не могу осваивать всё, что появляется в науке Никто не может Даже в своей узкой специальности Вот тебе и сказка о премудром бессмертном существе Я понимаю, куда ты клонишь, Джон Неважно, сколько человек проживёт, он не сможет опередить время Он не может знать больше, чем знает лучшие из лучших Если так, в смысле, когда люди узнали, что Земля круглая, об этом узнал и ты Не сразу Новости распространялись медленно, когда связь была роскошью Существовали социальные барьеры Предрассудки Выкрики церкви 10 докторских степеней Впечатляет, Джон Ты их преподавал? Некоторые Вы могли бы поступить так же Пусть я прожил 14 тысяч лет, это не сделало меня гением Просто у меня было много времени Время Невозможно его увидеть, невозможно его услышать Взвесить или измерить в лаборатории Это субъективное ощущение превращения То, что мы есть по сравнению с тем, чем мы были мгновение назад Превращаясь в то, чем мы станем ещё через мгновение Индейцы Хопи верят, что время равнина, растилающаяся впереди и позади нас И мы двигаемся сквозь неё, шаг за шагом Часы измеряют время? Нет, они измеряют сами себя Показания часов можно объективно сравнить только с другими часами И при чём тот Джон? Он может оказаться человеком, живущим вне времени В нашем понимании этого слова Да, что ж Люди сейчас носят оружие Скажем, я тебя застрелю, Джон Ты бессмертен? Ты переживёшь это? Я никогда не утверждал, что я бессмертный Просто очень старый Я могу умереть А вот ты потом остатки жизни будешь в тюрьме гадать, кого же ты убил Разрешите мне Всё лучше, чем пистолет Вилл, это уже было чересчур Оу Книги Дипломы Да, ты повзрослел и изменился Но у каждого есть врождённые качества Тебе никогда не хочется расслабиться, попрыгать на заднем дворе? Иногда хочется, Вилл Посмотреть на звёзды, помечтать А что думали о звёздах древние люди? Великая загадка В то время там наверху были боги Шаманы, знавшие об этом, рассказывали остальным И до сих пор рассказывают Тебе никогда не хотелось, чтобы всё наконец закончилось? Нет Четырнадцать тысяч лет Травмы Болезни, несчастья Ты через всё это прошёл Ты счастливчик Войдите Джон Олдмен Да Мы из благотворительности приехали забрать мебель Забирайте всё Вот, возьмите это кресло, и я пойду допивать в уголок Ты всё пожертвовал на благотворительность? Всё? У меня будет ещё Ты всегда путешествуешь налегке? Только так и можно менять место А ты Рассказал нам столько Об удивительной жизни А вот что ты думаешь о смерти, Джон? Ты боишься смерти? А кто не боится? Что древние люди думали о смерти? Ну, у нас было простое практическое представление Остановился, упал и больше не поднялся Начал дурно пахнуть, разложился Открытые раны мы понимали лучше, когда у кого-нибудь внутренности по земле разбросаны Инфекции Были непонятными Старение Самая большая загадка из всех Ты понимал, что ты не такой, как все? Потребовалось больше времени понять, в чём именно Понять, как соединить жизненный опыт и представление о себе самом Первое время я полагал, что все люди вокруг меня какие-то неправильные Ведь они старели и умирали, как и животные, впрочем Но только не я Оу, прости, дорогая Ты живёшь весьма скромно Я владел замками, но зачем владеть многим, когда тебе постоянно приходится уходить? У меня достаточно денег Что, купил акции ТНТ по 50 центов, Джон? По мере того, как человек взрослеет, дни, недели, месяцы проносятся быстрее Что для тебя значит один день? Или один век? Цикл жизни и смерти? Вихрь Только встретишь кого-нибудь Запомнишь имя, перекинешься парой слов Как его уже нет Как волны вверх, вниз Как колышется хлебное поле под ветром Тебе никогда это не надоедает? Иногда надоедает Они всегда совершают одни и те же ошибки Они? Значит, ты себя отделяешь от всего остального человечества Я не это хотел сказать Но, конечно, так и есть Каково тебе живётся, если все, кого ты знал Все, кого ты знал, Джон, умерли? Я сожалею, когда люди уходят Часто Ты никогда не испытывал из-за этого вины? Что-то вроде синдрома выжившего Строго говоря, с психологической точки зрения, полагаю, что да Но что я могу поделать? И правда Простите, мэм Господа, я оставлю пока диван Спасибо Дамы Уилл О, нет У тебя не в порядке с сердцем, и не спорь Я, может, сменим тему, Уилл? Хватит уже о смерти Но это обратная сторона его медали, Гарри Мне очень любопытно узнать, что он чувствует Может, мне стоит спросить его о его отце? Я думал, ты всегда начинаешь с матери Да, но доисторические времена были строго патриархальными Ты, разумеется, помнишь своего отца? Мне кажется, я помню образ Может быть, это старший брат или приемный отец? Да, это не важно Я и то своего смутно помню Ты из-за этого не чувствуешь незаполненности и пустоты в жизни, Джон? Чего-то такого, что тебе хотелось бы заполнить, заместить лицом, голосом, изображением? Нет, уже давно нет Тогда, может, были люди, возможно, много людей, и кем бы ты очень дорожил Любил И наблюдал, как они старились и умирали Друг, коллега, жена У тебя же были жены, дети Я уходил Должен был уходить И теперь он величайший многоженец в истории Не было случая, чтобы ты подумал Это должен был быть я Возможно Арт, мне подсказывает, что некоторые из твоих ранних приятелей Боялись, что ты забираешь у них жизнь Ты никогда не задумывался, что, может быть, так оно и есть? Всегда существовали подобные легенды О существах, не вполне людях Которые забирают даже не кровь, а самой жизни Господи, Уилл Пусть бессознательно Тем или иным биологическим или психическим способом О котором мы можем только догадываться Я не утверждаю, что ты делаешь это специально Я также не утверждаю, что ты знаешь, как это происходит Знаешь? Но разве это честно, так поступать? Значит, ты мне поверил? Я только рассуждаю о том, что ты нам рассказал Верю я в это сам или нет, неважно Мы умрем, а ты будешь жить Ты придешь на мои похороны, Джон? Эй, Уилл Ты зашел слишком далеко, Джон стал таким не по своей вине Но и мы не виноваты, что ему захотелось с нами поделиться Но будь это правдой, неужели мы все не почувствовали бы зависть? Или даже легкую ненависть? Ты рассказал нам о себе, Джон Можешь представить себе наши чувства? Я об этом не задумывался Ты, значит, не умрешь А мы умрем наверняка Но почему? Может быть, ты специалист? Мы закончили мистер Олдман Всего хорошего Спасибо, вам тоже А может быть, ты вампир, Джон? И сам того не подозреваешь? Ты возвышаешься над кладбищем, которое сам же и заселил Это заходит слишком далеко Тебе скучно Ты одинок Так как сердце твое не может захоронить ничего из того, что тебе дорого Ведь так? Ты живешь неправедной жизнью Тогда, может быть, пришла пора умереть? Постой-ка, нет Слушай, я не знаю, что задумал Джон Но то, что задумал ты, мне чертовски не нравится Отдай мне пистолет, или я сломаю твою проклятую руку Ты говоришь, как футбольный тренер, Дэн Что скажешь, Джон? В руку? И посмотрим, как рана заживет А если в голову? Что будет в этом случае? Меня ждет работа Хоть я ее и не люблю Но все лучше, чем так Живи, как знаешь Господи боже Что это было, черт возьми? Откуда у него пистолет? Он загнал тебя в угол, Джон Ты что, и правда такой умный? Это совсем не похоже на Уилла Вчера умерла Мэри Кто? Его жена У нее был рак поджелудочной железы Уилл Я не знал о Мэри Прости меня Теперь я понимаю, как больно тебе было Пожалуйста Не мешай мне вести себя по-детски Уилл Пожалуйста О чем ты только думал, Арт? Да ладно Что-то надо было предпринять Я тоже так считаю И он наш друг Что бы тут ни происходило Он наш друг Ты в этом уверен? За что ты к нему так строга, Эдит? Умер один очень дорогой мне человек Невероятно Болезнь Альцгеймера в 35 лет Возможно, я пытаюсь его растормошить А может быть, я испытываю слишком много горя, чтобы плакать Его задел мой рассказ о себе И он начал защищаться Профессионально Насчет того, как забирает жизненные силы Мне и самому всегда хотелось знать, в чем причина Ну что Вечер еще только начинается Сыграем в шарады Нет, Джон У меня как раз есть для тебя одна шарада Хорошо, Сэнди, подойди сюда Давай, давай, давай Так, специально для тебя Готов? Моя первая свадьба? Ай, молодец Молодец Это хорошо А еще, как минимум, один из нас Твой прямой потомок А я даже рождественскую открытку не отправил Рождество, а день рождения? Про свечи я уже и не говорю И как их задувать? И сколько лет их задувать? Ладно, я попытался Можете считать меня недоразвитым Но я хочу услышать еще И я Еще? Поклянись, что это не выдумка Не фантастическая повесть И что ты нас не разыгрываешь Следующий вопрос Ты же понимаешь, что на такое сбегутся люди в белых халатах с таблетками счастья Прикиньте сами Механизм, позволяющий выжить на протяжении тысяч лет Место бы кончилось гораздо раньше Тогда бы нам пришлось делать колонии на Марсе У нас не было бы другого выхода Хорошо бы Другие планеты, другие звезды Я тебе завидую У тебя был ручной динозавр? Они были раньше, чем я Ну, хоть что-то было раньше Ты мог бы описать тысячи деталей, Джон, для подтверждения твоей истории От Магдаленских времен до Будды и до сегодня Последние десять тысяч лет все можно описать по книгам Становится прохладно Присоединяйся Садись здесь Еще интересный вопрос, Джон Есть ли другие? Те, кто не стареет, так же, как и ты Составляет что-то потрясающее, о чем биология не догадывается Но мы же узнаем что-то новое Да, но как же их отличить? У них нет повязки на руке или баджика с надписью «Ябадабаду» Был один человек в семнадцатом веке А где ты был в 1292 году? А где была ты ровно год назад? В общем, в семнадцатом веке я встретил одного человека, который, как я подозревал, был как я Я ему рассказал Ага А говорил, что это впервые Я забыл Не увязка, Джон? Легкий склероз И он подтвердил, что он такой же, только из другого времени и места Мы проговорили два дня Все звучало очень убедительно, но ни он, ни я так и не узнали наверняка Мы подтвердили рассказы друг друга, но откуда нам было знать? Было ли это истинное подтверждение или просто повторение? Я-то знал, что я настоящий Но про себя думал, может быть, он разыгрывает? Изучает меня? Хотя он сказал, что у него это тоже не выходило из головы Вот еще что интересно Точно так же, как мы не сможем проверить тебя, даже если захотим Так и ты, даже если мы тебе поверим, не будешь знать этого наверняка Мы расстались, договорившись держать связь, конечно, этого не произошло Через 200 лет мне показалось, что я увидел его на вокзале в Брюсселе Но он потерялся в толпе Какая жалость Ну, то есть, если это правда Хорошо, вот еще Чем ты занимаешься в свободное время? Раз в примерно 50 лет, устав от гонки, я отправляюсь в первобытное племя в Новой Гвинеи Где меня почитают как бессмертного бога У них даже есть огромная статуя меня Большой праздник У меня есть куча фотографий, но я их уже упаковал, извините Я, наверное, не буду подкалывать на тему немытых пещерных людей На самом деле, мыться было модно Пока в средние века церковь не заявила, что смывать Божью грязь – грех Тогда люди стали влезать в белье в октябре и вылезать из него в апреле Ты говорил, что ты просто возник Я в это не верю Если твоя история правда, почему Бог позволил тебе возникнуть? Интересная точка зрения Ты веришь в Бога, Джон? Я не придерживаюсь ни одной из известных религий, нет И никогда не верил? Когда-то давно верил Как и большинство людей Просто некоторые не могут через это переступить Ты веришь в Бога? Как сказал Лаплас, не вижу смысла в этой гипотезе Может быть, он и есть Он везде Просто мы его не видим Если бы все это было делом моих рук, я бы тоже постарался спрятаться О сотворении Все сущее уже есть Я не уверен, что оно было создано Тогда что же? Может быть, оно просто накопилось Взаимодействие полей А где источник энергии полей? Не значит ли это, что должен был быть некий первичный двигатель? Возникает вопрос, откуда взялся сам этот двигатель и так до бесконечности Но отсюда, по-моему, ничего не следует Вопрос остается открытым Это очень старый вопрос И единственный ответ на него дает религия Если ты веришь, ты знаешь ответ Ты когда-нибудь встречал кого-нибудь из религиозных персонажей? Из Библии? Вроде того Кого? Давайте пропустим этот вопрос Нет, 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 не будем Ответь Следующий вопрос Нет, нет, ответь Давай, колись Господи боже, ты сам был одним из них Я не предполагал, что до этого дойдет Может быть, хватит на сегодня Ладно тебе Ты был кем-то в истории религии? Да Из Библии? Да Мы его знаем Как мы можем не знать кого-то из Библии? В смысле, это значительный персонаж? Вам может казаться, что вы его знаете, но в основном это миф Да, вся Библия вообще миф и аллегория Основанная, быть может, на исторических событиях И ты был частью этой истории? Да Моисей Моисей возник из Мизиса, сирийского мифа Есть и более ранние версии Всех находят плавающими в воде Посох превращается в змею Воды расступаются, чтобы народ его мог прийти к свободе И получить свод законов в виде деревянных или каменных плит Один из апостолов? Апостолами они на самом деле не были Они не проповедовали Пётр Рыбак узнал чуть больше о рыбной ловле Откуда ты знаешь? Мифические наслоения настолько велики И не помогают делу Истина очень... Очень... Проста Новый завет не больше ста слов Готовы? Не думаю, что я хочу это слышать Гарри, отвези меня домой Нет, не сейчас Я хочу это услышать Сядь, Эдит, ты ведёшь себя так, как будто поверила ему Это святотатство Каким образом? Он ещё ничего не сказал Новый, Новый Завет — это святотатство Да их десяток новых-новых заветов Еврейский, греческий, латинский, в переводе Тиндала И так вплоть до короля Якова и всех ревизионистов И все заявляют, что открыли истину Я имею в виду, нет больше ста слов Я сам могу уложить десять заповедей в десять слов Не, 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 не Не Заповеди — просто более современное отражение более древних законов Свода Хамурапи Точно, с них всё и пошло, ведь так? Эдит, я воспитан на Торе Моя жена на Коране Мой старший сын — атеист Младший — саентолог А дочь изучает индуизм У меня в гостиной могут разворачиваться священные войны Но мы следуем правилу — живи и дай жить другим Почему бы тебе не присесть? Какую версию Библии ты предпочитаешь? Короля Якова, разумеется Наиболее современная — плод трудов великих учёных Современная — это хорошо Давай, Джон, говори своё краткое изложение Некто повстречал Будду, ему понравилось то, что он услышал Он как следует обдумал услышанное в течение, скажем, 500 лет, пока он возвращался в Средиземноморье Стал этруском и просочился в Римскую империю Ему не понравилось во что-то, а превратилось в огромную машину для убийств И он вернулся на Ближний Восток, размышляя, почему бы не передать учения Будды в обновлённой форме И он попытался Один диссидент против Рима Рим победил Остальное вы знаете Ну, почти, знаете, всё обросло большим количеством сказок Я так и знала Он утверждает, что был Христом О нет, это именно веселье на Иисуса, чтобы оправдалось пророчество Распятие Он заблокировал боль Этому он научился в Тибете и Индии Он также научился замедлять жизненные процессы настолько, что их невозможно было обнаружить Все подумали, что он умер, так что последователи сняли его с креста и поместили в пещеру Тело его нормализовалось, как он того пожелал Он попытался уйти скрытно Но кучка фанатов стояла на страже Попытался объяснить Но они были в экстазе Вот так я воскрес и отправился в Центральную Европу, чтобы уйти как можно дальше Ты же сам не веришь ни единому своему слову, Джон Боже, зачем ты это делаешь? Покажи свои запястья У меня не остается шрамов Кроме того, я был привязан Но гвозди и кровь лучше смотрятся на иконах А все эти догадки об Исусе Он, мол, и черный, и азиат, и голубоглазый ориц с рыжей бородой И с прической отвидал сосун, злобный пришелец Вообще никогда не существовал А тут еще и пещерный человек Образ Христа восходит к Кришне И, конечно, к Гераклу Гераклу? Рожден девственницей Алькменой От Бога Зевса Сын Божий Спаситель, по-гречески Сатер Добрый пастырь, Христос, дающий приобщение к святой мудрости Умер, присоединился к Отцу на Олимпе И это за тысячу лет до Гефсимании Как можно сравнивать языческую мифологию со словом «истинам»? Я бы сказал, чертовски точно совпадает Ранние христианские вожди Выбросили иудейские манускрипты И заимствовали из различных языческих источников Ты хоть понимаешь, как грубо ты ранишь мои чувства? Почти так же грубо, как мы раним чувства самого Джона Он же не верит в то, что говорит Эдит, а ты веришь Библии буквально? Да Прежде чем ты спросишь, я понимаю, что она подвергалась многочисленным изменениям Но Бог вынужден вкладывать свои слова в уста людей, чтобы сделать их понятней Что, с первого раза не получилось? Мы несовершенны, ему пришлось потрудиться, чтобы мы поняли И мы у него с первого раза не получили, сядет Само по себе учение Христа Это буддизм с иудейским акцентом Доброта, терпимость, братство, любовь Безжалостный реализм, признающий, что жизнь вот она, на земле, здесь и сейчас Царство Божие, означающее благодать прямо здесь, где и положено Аз-Есмь Это принес с собой Будда Именно это я и проповедовал Но говорящая змея подговорила женщину съесть яблоко, и все пошло наперекосяк Рай и ад стали пустяком, чтобы священники могли править при помощи кнута и пряника Спасать наши души, которые мы никогда и не теряли Я задал точное направление, а их увело в сторону Это ересь Это же ужасно Кем еще ты был? Царем Соломоном? Элвисом? Джеком Потрошителем? Говорят, что Будда и Иисус засмеялись бы или заплакали, узная они, что совершается их именем И если есть Создатель, он, наверное, в том же положении Я наблюдаю церемонии, ритуалы, шествия, коленопреклонения, стоны, хоры певчих, приобщение к телу и крови Я думаю, я же не это имел в виду Вся эта католическая чепуха не имеет ничего общего с Богом Ты же сам сказал, Джон, религии бывают разные Одни восхваляют жизнь, другие отказывают в грешных удовольствиях Рим – это большая опера Простой путь к добродетели начертан на сверхъестественной карте Сверхъестественной Глупое слово, я хотел сказать Все, что происходит, происходит естественно Верим мы в это или нет? Как и пещерный человек, которому 14 тысяч лет Я отъехал немного, потом немного посидел Мне так стыдно, и я замерз Давай, заходи в дом И разумеется, я все еще тебе не верю, тебе нужна помощь Всем нужна помощь Да, но некоторым она нужна больше От Будды до Креста Я всегда полагал, что и то, и другое – только мифы Но я хочу услышать продолжение Можно я немного прилягу на диван? Я уже не так молод, как когда-то Так, значит, ты был Иисусом Кто-то должен был им быть, так или иначе Но вердикт еще не вынесен Когда ты впервые осознал себя Иисусом? А когда ты впервые осознал себя психиатром? Как окончил медицинский факультет в Гарварде И отработал в резидентуре, так и осознал Иногда мне это снится И ты действовал в соответствии с этим осознанием? Некоторое время я занимался частной практикой И затем преподавал Ничего необычного Вплоть до того дня, как я встретил пещерного человека Который утверждал, что он Иисус Тебе это кажется необычным? Очень Готов поставить свою репутацию, что он так же разумен, как и я Тогда зачем он настаивает на своей правоте? Конечно, должна быть причина Может быть, мне все это привиделось? Такое возможно? Я думаю, что ты так же разумен, как и он О, Боже, и я... Нет Тебе никогда не приходило в голову, что спокойнее было бы поклоняться самому себе, чем если бы тебя считали еретиком? Это было бы что-то В иные времена христианство само считалось ересью Мне приходилось притворяться, что я исповедую другие веры А что Иисус может сказать тем из присутствующих, кто в Него не верит? Верьте тому, чему я пытался учить Без болтовни Благочестию нельзя научить Неправильно даже пытаться Что ж, уже темнеет Мне еще предстоит погрузить вещи и проехать долгий путь Я помогу Джон, ты уже знаешь, куда направишься? Забудь Я не буду спрашивать Спасибо Любой психически больной может выдумать себе фантастическую историю даже целую жизнь И искренне в нее верить Тот, кто думает, что он Наполеон, верит в это Его настоящая личность уступает дорогу его мании и потребности в ней Если с Джоном то же самое Он серьезно болен Выстроено безукоризненно У него есть ответ на любой вопрос Возможно, причина в неприятии отца Или вообще всей его прошлой жизни, которую заменила фантазия Он говорит, что не помнит своего отца А почему, собственно? Вы же сказали, что он разумен Да А ты не думаешь, что наш пещерный человек сидит на игле? Наркотики? Нет, 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 нет Я работал с наркоманами, видел, как людей вырубает, как у них крыша едет Что бы там ни было с Джоном, это не то Я приглядывался, симптомов нет А пещерные люди вообще могли говорить? Считается, что язык возник 60 тысяч лет назад Культура каменного века свидетельствует об умении общаться вербально Заткнись Наверное, было бы проще, если бы я действительно... Спятил? Нет Удивительно, правда? Отчаянная попытка проповедовать буддизм на Западе Неудивительно, что у него ничего не вышло Мы еще не готовы Говорите так, словно поверили ему А что, это возможно, разве нет? В смысле, все возможно Сама по сути, у нас есть выбор Мы можем или надорваться, обдумывая эту головоломную логику Или можем расслабиться и получать удовольствие Я могу слушать, не принимая на веру И не обязан решать, правда это или нет И все-таки ты думаешь, это правда? К сожалению, никто не может судить о доисторических временах Так что тут мы его не поймаем Есть специалисты по Библии Давай, помечтай Это объясняет пробелы в жизнеописании Иисуса Его попросту не было, пока не пришел Джон Я не верю в ангелов, Рождество и Звезду Востока Но есть же истории о детстве Иисуса История не терпит пустоты Выдумки, из которых многие весьма искренне Заполняют пробелы В былые времена было нетрудно подделать историю Сказать пару слов, кто-то в них поверит, остальное сделает время Ты тоже, что ли, ему поверил? Ну хорошо, посмотрите на легенды, которыми обросло за последние годы покушение на Кеннеди Что о нем говорили? Заговор, мафия, ЦРУ И вот вам тайна, которая никогда не будет раскрыта И всегда от погибшего вождя до Бога всего один шаг Не думаю, что кто-нибудь будет обожествлять Кеннеди Мы уже не такие простаки Правда? Правда По крайней мере, ты выполнил одно пророчество Обещанное при смене тысячелетий, Джон А именно? Пришел снова Ты любишь огонь, Джон? Где бы я ни жил, у меня был очаг Пунктик с детства, видимо С ним я чувствую себя защищенным В окружении хищников Вот что я не стал упаковывать Думал, вдруг понадобится А священная весна не подошла бы лучше? Что? Ты совершенно сбил с толку четверых ученых, мой друг Мы не знаем, кем тебя считать А вы знали, что Вольтер первым предположил, что Вселенная возникла в результате Большого Взрыва? Думаю, Пол бы согласился А Гёте первым предположил, что спиральные туманности – это огромные скопления звезд Теперь мы называем их галактиками Забавно, как часто новые научные идеи впервые находят отражение в произведениях искусств Так что, Бетховен физикой промышлял? Большую часть времени он проводил лёжа на полу, перед своим безногим роялем, в окружении апельсиновых корок и яблочных огрызков А теперь мы на полу слушаем Бетховена Круг замкнулся А у тебя не было каких-нибудь религиозных убеждений, или ты вообще об этом не думал? Размышлением там ничего не добиться Ты веруешь в разное? Ты веришь в будущее человечества? Я видел, как виды появляются и исчезают, в зависимости от равновесия с окружающей средой Мы её разрушили Ещё не поздно Если подойти с умом Христианство было мировой религией на протяжении двух тысяч лет А сколько египтяне поклонялись Изиде, или Шумера и Штар? В Индии священные коровы бродили свободно, как воплощение душ Через тысячу лет они все пойдут на шашлык, а их души переселятся в белок Ты не был Иисусом О, Эдит Если пойдёт дождь... Не пойдёт Откуда ты знаешь? Я не чувствую в воздухе дождя А ты не был лекарем? Я был шаманом несколько раз Раздавал мелкие истины в обмен на хорошую еду Ты думаешь, в этом смысл религии? Продавать надежду и бессмертие души? Ветхий Завет продаёт страх и вину Новый Завет – хороший свод этических законов Которые мне приписали поэты и философы Намного более умные, чем я Но на деле никто его не применяет Из сказок вырастает церковь А само имя – Иисус Ты его выбрал наугад? Я называл себя Джон Я почти всегда себя так называю Когда поползли слухи о воскрешении Имя перепутали с иудейским Йоханном Означавшим Бог милостив Моё предшествие расценивалось Как божественное доказательство вечной жизни Оттуда пошло Бог есть спасение На иврите – Ешуа Что и стало после перевода Моим окончательным именем Что на позднегреческом превратилось в Иезус И на поздней латыни – Иисус И в конце концов на средневековой латыни – Иисус Было удивительно наблюдать, как это происходило Так ты не утверждал, что ты Сын Божий? То, что началось как школа, закончилось как храм Я говорил, что мой учитель был более велик, чем я Я никогда не говорил, что он был моим отцом Я хотел поделиться своим знанием Я никогда не утверждал, что я царь иудейский Я не ходил по воде и не воскрешал мёртвых И если я и говорил о святом, то только о смысле человеческой добродетели на земле И волхвы не приходили с востока к моим ислям Я немного врачевал с помощью кое-какой восточной медицины Вот и всё Три мудреца Этот миф рассказывал о рождении Будды Джон, мне пора домой Жену обнять Мы все здесь захвачены твоей историей В надежде На откровения Даже не знаю А что, ещё будут нам откровения? Как в старые добрые времена Ты не был Иисусом Процитируй Нагорную проповедь Откуда именно? Из Дерби, короля Якова, новой американской стандартной? Ты знаешь их все? Никто не может сказать точно, даже я Я проповедовал как-то раз на холме И народу-то было немного Но ты, библейский Иисус, сказал Кто, по-вашему, есть Я? Он дал им выбор А я даю его вам Ты и правда? А если я скажу нет, вы сможете поверить? Это далеко зашло Слишком далеко Ты очень расстроил этих людей Я не верю, что ты сумасшедший Но то, что ты говоришь, неправда А следовательно, остаётся только одно объяснение Настала пора тебе признать, что всё это розыгрыш Ложь Разве не так, Джон? Если ты немедленно не остановишься Я буду уверен, что ты нуждаешься в постоянном наблюдении Я могу принудительно направить тебя на обследование Ты это знаешь Прошу тебя Нет, я требую Скажи этим людям правду Облегчи их страдания Пора, Джон Пожалуйста Конечная остановка Все на выход Что? Это был рассказ Всё это был просто рассказ Боже праведный Всего лишь сказка Что, всё? Но зачем? Ради всего святого Джон, ты заставил нас усомниться в собственной нормальности И всё ради рассказа? Как тебе могла прийти в голову такая тупость? По крайней мере, теперь вы не считаете меня психом Уж лучше бы ты им был Вы сами натолкнули меня на эту мысль Вы все Что ты сказал? Эдит увидел моего поддельного Ван Гога Но ты же смог объяснить Ты отметил, что я не выгляжу старше Ты дал мне книгу о древних людях А ты, Дэн, заметил резец и сказал, если бы камни могли говорить Я так и знал У меня возникла идея, я бросил вам наживку, чтобы посмотреть, как вы отреагируете Но это зашло слишком далеко Слишком далеко? Сейчас я тебе отреагирую Вы спрашивали, был ли я кем-то в истории религии Были ли другие, подобные мне И создавал ли я себе новые личности Мы ходили кругами Получали удовольствие от тайны От умственной гимнастики Вы приняли мою игру А я принял вашу Но ты же знал, что мы повелись У тебя отлично получилось Знаете, китайские шкатулки с секретом Откроешь одну, а там другая И ещё, и ещё Так вот, я себя чувствую, как будто сижу в последней Сукин! Ты сын! Как ты мог с нами так поступить? Я беспокоилась о тебе Знаете, я много раз хотел прекратить Но не мог удержаться, чтобы не посмотреть Как вы отреагируете на мои слова? У меня была превосходная аудитория Антрополог, археолог, знаток христианства Психолог Всё, с меня хватит Я ухожу Пойдёте со мной? Так что, Джон Напишешь книгу? Если да, то я пришлю вам по одной Мне можешь не присылать Ты полностью невменяем Знать тебя не хочу Рада была снова вас видеть, доктор Олдмен Ваше имя – игра слов, да? Олдмен – старый человек Это как-то помогло вам придумать вашу историю? Линда! Пока Что, Шарт был наполовину прав И какая это половина? По крайней мере, мне не придётся Выкинуть половину известной мне биологии Какую половину? Какая идея Такая плодотворная Столько возможностей Вам бы стоило написать на эту тему работу, доктор Возможно, я так и поступлю Я бы тебя расспросил в комнате с мягкими стенами И выяснил бы больше деталей Тебе ещё может понадобиться помощь, дружок Ни хрена себе Мне кажется, получилось правдоподобно Они тебе верят, потому что у них нет другого выхода Но если я что-то о тебе и знаю Так это то, что ты никогда не стал бы использовать людей Или издеваться над ними Это что, начальный курс психологии? Нет, это женщина, лицом к лицу Так что выдумывать ты гораст, мистер Ак Но я хочу знать, каково твое настоящее имя? Поверишь или нет Звучало оно всегда, как Джон Почему ты уступил Груберу? Довольно и того, что случилось Я просто хотел прекратить Мне не стоило предполагать, что моя идея сработает 14 тысяч лет Падди, много было женщин? А что, мы уже считаем? Возможно В общем, я повёз Эддит домой Сэнди? Я останусь Тебе стыдно за некоторое из того, что ты говорил? Мне жаль, что я это говорил Что ж Как добродетельная христианка я О, Джон То, что ты сделал, это ужасно Но мы всегда рады видеть, что с тобой всё в порядке Даже Арт Просто он терпеть не может непонятных вещей Ты садист, Джон Но, должен признать Мне понравилось Ходить кругами вокруг твоей загадки Даже если это всё, что мне оставалось Удачи тебе Всего тебе наилучшего Спасибо Готово? Увидимся Спокойной ночи Ну, не знаю Не знаю Есть тут что-то Что-то связанное с тобой, Джон Чем больше я об этом думаю Тем больше я вылезаю из той китайской шкатулки Я чувствую Простор Ту свободу, которую мы имеем счастье называть реальностью И где, как всегда говорят Всё возможно Да Нет, 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 нет Больше никаких слов Я пойду домой И буду смотреть Стартрек Хоть немного чего-то разумного Удачи тебе, дружище Куда бы она тебя ни завела Чиркни мне пару строк Как-нибудь Расскажи, как дела Обязательно Итак Джон Олдман Какие ещё говорящие имена ты себе придумывал? Кучу Джон Пейли, а Джон Палеолитический Джон Сайвадж, Дикарь И совсем уже безумно около 60 лет назад, когда я преподавал в Гарварде Я был Джоном Томасом Парти Джон Ти Парти Бостонское чаепитие Дошло Да, я знаю Стойте, стойте Бостон? 60 лет назад? Джон Парти? Нет, ты не преподавал химию Я тебе не верю Твою мать Звали Нола Нет Да Нет Да Да Нола Моя мама Не верю И имя нашей собаки Мы её взяли ещё до моего рождения Вуфи 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 Грубер, она вышла снова замуж? Она говорила, ты нас бросил Прости, я должен был уйти Ты сам понимаешь, я довольно оставил Мне холодно Мёрзлый Уилли, всё-то ему холодно Никогда не переносил холод Постой, у тебя, у тебя была борода А ты вечно за неё дёргал, чтобы проверить, настоящая ли она Уилл Боже 9-1-1, быстро Уилли Давай же, Уилл Уилл Давай, приятель Субтитры подогнал «Симон» Оставайтесь на связи, доктор Олдман На случай, если возникнут какие-нибудь вопросы Я вернусь на похороны Мисс Ты никогда не видел, как умирает твой взрослый ребёнок? Нет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok